Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рады вас видеть, слушать, вернее, на нашем вебинаре. В рамках нашего вебинара мы остановимся на двух вопросах. Это реализация историко-культурного стандарта в УМК по отечественной истории, период смута в России и методические подходы к преподаванию темы смута в России. Мне бы хотелось обратить ваше внимание, как раз обратить внимание на историко-культурный стандарт, как нормативный документ. А нет, не идет. Вот так, все, все, все. Я забыла, конечно. Итак, историко-культурный стандарт, собственно говоря, не является нормативным документом. Вы видите, что он принят и утвержден решением президиума Российского исторического общества. Но мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что историко-культурный стандарт лег в основу концепции отчимно-методического комплекса по отечественной истории. Таким образом, стал основой для экспертизы наших УМК по истории. Три линейки прошли эту экспертизу. Это издательство ДРАФА, русское слово и просвещение. Таким образом, вроде бы, как бы документ, инициированный общественной организацией, становится для нас нормативным документом. Более того, концепция учебно-методического комплекса, она легла в основу программы для преподавателей, примерную программу, на основе которой мы разрабатываем с вами свои рабочие программы. В сентябре 2016 года мы с вами увидели контрольно-измерительные материалы. И в рамках контрольно-измерительных материалов я обращаю ваше внимание, что они выстроены на основе стандарта 2004 года историко-культурного стандарта, что еще более актуализировало этот документ. Обращаясь к теме «Самута в России», конечно, мы обратились к этой теме не зря. Наверное, такой этап достаточно ключевой. Он очень трудный этап для изучения ребятами, очень много дат, очень много событий, личностей. Я бы назвала этот этап таким перекрестком истории, поскольку изменялись судьбы людей, правителей. И, собственно говоря, на перекрестке оказалась и сама Россия. Именно поэтому вот этот период является достаточно интересным и в то же время сложным для изучения ребятами. Именно поэтому мы выбрали эту тему для вебинара. Каким же образом отражается эта тема в историко-культурном стандарте? Ну, мне бы хотелось первый такой такт сделать, обратить ваше внимание на то, что эта тема вообще неоднозначна в изучении историками, в интерпретации историков. Как видите, разброс достаточно широк, начиная с конца XVI века и заканчивая вплоть до середины XVII века. В основе этой хронологии, конечно же, положены различные подходы к определению причины сущности смутного времени. В связи с этим интересно, конечно, посмотреть, а как отражена эта тема в историко-культурном стандарте, поскольку историко-культурный стандарт заявлен как документ, консолидирующий точки зрения и позиции. Сам историко-культурный стандарт, структура историко-культурного стандарта, она представлена несколькими разделами. В ней представлены даты, представлены содержания, основные вопросы, которые изучаются в рамках содержания, представлены основные термины понятия, исторические личности или персоны, как их называют в историко-культурном стандарте. Заявлены основные исторические источники, а также трудные вопросы. Перечень трудных вопросов по истории. Отталкиваясь от хронологии, мы видим, что хронология совершенно иная взята. Нет привычной нам уже 1598-1613 года. И мы видим, что период начинается с такого события, как появление самозванства в России и приход самозванца к власти. Это, конечно, вызывает вопросы к определению самой смуты и к причинам смутного времени в России. Если мы посмотрим содержание, обратите внимание, что в содержании подход несколько иной. И вы видите, что вопросы, которые освещаются, они начинаются с правления Бориса Годунова, с царствования Бориса Годунова, а значит, все-таки с 1590 года. И здесь уже заложена определенная противоречия. В подходе. Я обращаю ваше внимание на терминологию, которая заявлена. Если мы, рассматривая содержание, вернусь вновь к содержанию историко-культурного стандарта, мы видим здесь такую терминологию, как самозванство, например. Мы видим здесь вопросы о национально-освободительных движениях. Мы видим здесь такой термин, как ополчение и так далее. То в терминологии, в историко-культурном стандарте заложено только самозванство. Опять-таки возникает вопрос, почему так узко концентрирует наше внимание именно на этой терминологии. Почему именно с этим связывают начало смутного времени в России? Историко-культурный стандарт предлагает нам достаточно широкий перечень источников, дополнительной литературы к характеристике периода. И, как видите, здесь не только отечественные источники, но и сочинения иностранных авторов о России с 16-17 веков. В разделе «Персоналии», кроме привычных нам, пожалуй, имен, заявлено, выделено отдельно общественные религиозные деятели. И в этом разделе, я обращаю ваше внимание, указаны скорее религиозные деятели. Это патриарх Гермоген и патриарх Филарет, которые относятся, пожалуй, к разным лагерям в смутное время. Историко-культурный стандарт в данном случае ставит акцент на влияние православной церкви на развитие событий в процессе смутного времени, на принятие решений, влияние православной церкви на общество, ну и на власть в том числе. Мне бы хотелось обратить ваше внимание еще на одну фигуру, которая очень интересно подана в учебниках в рамках историко-культурного стандарта. Это Скопеншуйский. Скопеншуйский подается там как политическая альтернатива в истории развития смутного времени. Возможная политическая альтернатива. И в данном случае придается достаточно серьезное значение этой личности. Ну и освещение этой личности. Ну и опять-таки вопрос о случайности в истории. Что не позволило состояться этой исторической альтернативе. В разделе трудные вопросы истории к нашей теме относится только один вопрос. Это попытки ограничения власти главы государства в период смуты. И возможные причины неудач этих попыток. Я отмечу, очень интересно, но как-то вот отдельные разделы историко-культурного стандарта не совсем соотносятся друг с другом. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что трудный вопрос заявляет о попытке ограничения власти. Но при этом в терминологии нигде не говорится о целовальной грамоте. Нигде не говорится о ограничении власти. Точно так же, как и в самом перечне вопросов содержания, точно так же не поставлен акцент в рамках этого трудного вопроса. Скорее, я бы предположила, что трудным вопросом для авторов историко-культурного стандарта является вопрос о причинах и сущности смуты, поскольку это нашло отражение в содержании историко-культурного стандарта. Историко-культурный стандарт, несмотря на то, что он направлен на консолидацию позиций мнений, он не устраняет вариативность в истории. И это доказывают учебники, которые прошли экспертизу по стандарту, по историко-культурному стандарту. Я обращаю ваше внимание на русское слово. Вы видите, что здесь смутное время рассматривается в рамках шести параграфов. И период 1598-1604 год рассматривается как преддверие смутного времени. А дальше смутное время рассматривается как решение вопроса власти и борьба за власть. Если же мы рассмотрим то содержание, которое включают параграфы, то мы можем выделить хронологически этот период как 1604-1613 годы. Как видите, 1618-1618 здесь нет. Потому что период заканчивают авторы избранием Михаила Романова на царствование. Если мы посмотрим на то, как авторы определяют причины и сущность смутного времени, то я обращаю ваше внимание на то, что смутное время для авторов является как следствие опричной политики, как следствие событий 16 века. Кроме того, серьезную роль в создании условий смутного времени является династический кризис. Само же смутное время они трактуют как хаос и разруху. То есть кризис политический и кризис экономический в стране. Если обратить внимание на трактовку Драфы, авторскую позицию авторов Драфы издательства, то мы увидим, что тема рассматривается в рамках четырех параграфов. Опять-таки рубеж веков 16-17 рассматривается как кризис власти. И подготовка, подготовительный этап к самому смутному времени. Начало смутного времени опять-таки совпадает с появлением самозванства на Руси, такого явления как самозванство. И разгар смута они рассматривают как столкновение власти и народа, отношение власти и народа. При этом в рамках этого параграфа они рассматривают такое явление как Лжедмитрия II. Окончание смутного времени они относят к периоду 1618 года, перемирия с Речью Посполитой. И здесь, как видите, достаточно широко взят период в рамках кризиса власти на рубеже 16-17 веков рассматривается не только правление Бориса Годунова, но и Федора Иоанновича. Поэтому начало, в общем-то, относится к периоду 1584 года. В связи с чем можно сделать вывод, что проблемы, заложенные еще в период правления Ивана Грозного, они так или иначе сказались на правлении Федора Иоанновича и Бориса Годунова. Они прозвучали для них как вызов. Вызов, с которыми эти правители, к сожалению, не справились. Если мы посмотрим на словарик, почему я говорю «к сожалению», потому что мы видим, что точки зрения даже в рамках одного учебника разнятся, причем разнятся у авторов. И, наверное, это еще объясняется тем, что в спешке готовилась учебная литература. Так вот, если мы посмотрим в словаре Дорфинского учебника, то мы увидим, что здесь хронология до нас совершенно другая – 1598-1613 год. Авторы позиционируют «Смутное время» как такой многоаспектный кризис, кризис в различных сферах общественной жизни. Сам же текст «Параграфа», если вернуться к тексту «Параграфа» и посмотреть, как трактуется здесь «Смутное время» и его причины, то мы опять-таки обращаем внимание на правление Ивана Грозного как исток «Смутного времени», в котором заложены истоки «Смутного времени». И появляется такая трактовка событий «Смутного времени» как первой гражданской войны. Первой гражданской войны. Трактовка, ну, с моей точки зрения, наверное, немножечко новая. С такой мы, наверное, еще не сталкивались, с трактовкой. Более того, я обращаю ваше внимание, что авторы несколько отходят от историко-культурного стандарта, потому что подобный термин, ну, в общем-то, не заложен в содержании этого периода. Рассматривая учебник «Просвещение», издательство «Просвещение», я обратила внимание на то, что здесь уменьшается количество параграфов на изучение этой темы. И хронологические рамки, в качестве хронологических рамок берутся 1601-1613 год. Как видите, время рассмотрения «Смуты» начинается как раз с экономических трудностей, возникших в начале 17 века, с восстания хлопка, это начало социальных противоречий, с династического кризиса, который привел к политическому кризису. И опять-таки, как видите, «Смутное время» трактуется как гражданская война. Первая гражданская война. Обращается внимание на размах противостояния, количество участников, территории, участия представителей всех сословий. Вот такой опыт, пожалуй, первый для России, опыт гражданской войны. Надо сказать, что в учебнике просвещения к понятию «Смуты» и причины смутного времени обращаются не один раз. И какие-то нюансы в этом обращении можно проследить, можно проследить отличия. В том числе, по всей видимости, есть определенные свои позиции в авторском коллективе, которые авторы пытаются донести до нас. Ну, например, в итогах авторы ставят акцент на позиции элиты, которая способствовала разжиганию гражданской войны. Тоже такой нюанс, который, пожалуй, в одном учебнике, именно в этом учебнике отмечен авторами. Если мы берем другой раздел в этом же учебнике, это «Запоминаем новые слова», то мы видим, что «Смута», и здесь уже другая трактовка хронологическая, и здесь «Смута» опять-таки трактуется, они возвращаются к трактовке гражданской войны. Но подчеркивают экономические и политические проблемы, которые привели к гражданской войне. Трудный вопрос истории. Как же он отразился на страницах учебника? С моей точки зрения удивительно, но заявленный как трудный вопрос авторы не обращают на него такого серьезного внимания, как, например, на явление самозванства. И здесь рассматриваются события. Во многих учебниках даже не называется крестоцеловальная запись, а события звучат как обещание со стороны Шуйского не допустить безграничного самовластия. Более того, эти события трактуются как попытка удержаться Василия Шуйского у власти и как договор Шуйского с элитой. То есть такие эгоистические мотивы принятия с обеих сторон, со стороны элиты и со стороны Шуйского при заключении вот такого договора. Поэтому, по сути дела, и рассматриваются причины свержения Шуйского то, что в борьбе с самозванством он опирался не на народ, а на элиту, позиция которой была достаточно шаткой, но и менялась время от времени и не была, скажем, такой однозначной. Вы видите, тоже происходил раскол. Раскол в отношении к власти. Трудный вопрос. Я не увидела ответа на вопрос для себя. Почему не состоялась реализация такого варианта в развитии, как ограничение самодержавия? Возможно ли это было в этот период времени? Или этот шаг был неподготовленный? Может быть, можно было бы посмотреть сравнение с Западной Европой? Этому не отводится никакого внимания, хотя вот авторы учебников, они представляют свои материалы по этому вопросу в виде вебинаров. Эти ссылки этих вебинаров выложены на сайтах издательств. Ну так, в русском слове можно посмотреть, издательство русское слово можно посмотреть, издательство просвещения. Попытки освещения этих вопросов. Но, к сожалению, в учебнике этого не происходит. Причина остается, ну, по крайней мере, для меня, она оказалась неясной. Вот самозванству уделяется достаточно много места. Более того, вопрос, с моей точки зрения, добавлено очень много фактов каких-то дополнительных, не всегда нужных. Ну, например, говорится о том, что 15 самозванцев можно насчитать. Появляется вот Илья Коровин, как самозванец, в движении Ивана Болотникова. Появляется вот же Дмитрий Третий, Сидорка. Мне кажется, за сильным таким вот большим обилием фактов, собственно говоря, такими фактами и так этот период перенасыщен. Поэтому это очень становится трудно для восприятия. Слава Богу, что это хоть, я надеюсь, не обязательно будет для запоминания. Но в то же время, надо отдать должное, авторы обращаются к самозванству как явлению. Они рассматривают причины появления самозванства. Появляются такие вопросы на анализ этого явления и его причин. В целом же авторы трактуют причины появления самозванства как следствие слабости власти и веры в хорошее. Сложность самой темы, неоднозначность вот таких вот позиций, в том числе авторских позиций в рамках историко-культурного стандарта и в рамках учебно-методического комплекса, в рамках учебников, это предполагает диалоговый подход в изучении истории. Попытка увидеть иные позиции, позицию в том числе авторскую. И на основе собственного включения учащегося в такой диалог выразить свое осмысленное суждение по многим событиям, личностям, очень значимым в этом периоде. Но с моей точки зрения, интересно было бы выделить прямо такие траектории рассуждения. Ну, например, поскольку тема действительно является таким перекрестком в истории, например, я бы обратила внимание на столкновение цивилизаций, на столкновение личностей и общества в этот период, на отношение элиты и народа в этот период, отношение государства и общества, и церковь и общества. Как мне кажется, все эти линии, они требуют такого осмысленного отношения и рассмотрения с разных позиций фактов смутного времени. Ну и действительно такую некую диалоговость в изучении. Надо сказать, что обращаясь таким вновь к учебникам, мы можем отметить, ну, создаваемые автором условия для этого. Как видите, учебники насыщены достаточно большим количеством дополнительного материала, дополнительных источников, которые представляют разные позиции, ну, в отношении, в том числе, трактовок событий смутного времени и личностей. Ну, вот я обращаю внимание на вопрос, который прозвучал в учебнике русского слова, какие события конца 16-17 века привели к наступлению смутного времени, то есть вопрос о причинах. И тут же дается материал, который позволяет сравнить, сопоставить позиции, включить в диалог разных авторов, в том числе и современников, и несовременников этих позиций, включить в обсуждение факт источника и научный факт. Просвещение, как видите, представлены и позиции научного факта, различные позиции научного факта, причем не только ученых наших современников, но и представители ученого мира 19 века, что тоже позволяет посмотреть на различные точки зрения, сопоставить их, кстати, с авторской позиции. Я, любопытство ради, сама взглянула на вот эти позиции, и я обратила внимание, что авторы наших учебников, особенно, например, просвещения, они точно встали на позицию Скрынникова, который характеризовал события смуты как первую в истории России гражданскую войну, в которой участвовали все сословия общества. Ну, кстати, в рамках наших учебников нашла отражение и позиция Бушуева, который представляет смутное время как совокупность нескольких кризисов. И в этом плане, конечно, ребята, сопоставляйте позиции, авторскую позицию, позицию других историков, могут действительно объективно для себя сделать обоснованный вывод, основываясь на проанализированных фактах. Опять-таки, в издательстве ДРАФА, обратите внимание, они дают оценку политическим деятелям, основываясь на мнениях, опять-таки, историков. Как мне кажется, очень интересный такой подход в организации диалога – это организация диалога во времени, когда авторы предлагают через вопросы задания обратиться к опыту предшествующих лет. С моей точки зрения, это интересно, потому что действительно интересно сопоставление и сравнение. А был ли такой опыт смутного времени в России? Был ли такой опыт национально-освободительного движения? Чем отличается этот период от остальных? Наверное, ребята смогут выйти на такие особенности, как размах этого движения, охват этого движения достаточно значительных слоев общества. И, конечно же, должны будут определить для себя причины этого события. Мне кажется, интересно выйти на диалог со временем не только прошлым, но на диалог со временем сегодняшним. Ну, например, какие качества важны для правителя? Для нас этот вопрос актуален. И не только этот вопрос. Я бы сказала, что это время смутное, ну, скажу так, может быть, даже скажу, что это очень актуально для нас сегодня. Многие вопросы, наверное, требуют, сегодняшнего дня требуют осмысления с опоры, в том числе на век 17-й. Что приводит к смутному времени? Почему элита противостоит власти? Участие народа? Какова роль участия народа? И так далее, и так далее. Поэтому, как мне кажется, вопросы, когда мы рассматриваем опыт 17-го века, очень хорошо бы ответить на вопрос, а в чем ценность этого опыта для сегодняшнего дня. Мне очень понравился исследовательский проект, обозначенный в учебниках, как проект памяти о событиях смута, как оставшееся... отражение смуты в памяти народной. Очень интересно посмотреть, как сохранялась эта память, насколько она была активной, либо неактивной в то или иное время, как она отразилась в памятниках, названиях улиц, отразилась ли, когда активно стали изучать смутное время. Это тоже говорит о многих акцентах, в том числе оценивании этого периода и значимости этого периода для текущих событий, в том числе для сегодняшнего дня. С моей точки зрения, очень интересен в учебниках простроенный попытка простраивать диалог в пространстве. Но вот такая попытка в просвещении посмотреть историю в лицах, увидеть современников. К сожалению, они не связывают это никак с явлениями. Вот интересно было бы посмотреть не просто на личность, но и о том, совпадают ли явления, в которых они участвовали. Может быть, такие параллели выстроить? С моей точки зрения, очень интересен вопрос, почему та или иная территория поддержана или не поддержана Лжедмитрием. Такой подход и для меня был, такой вот как бы новым взглядом, я по-новому взглянула, потому что здесь в какой-то степени юго-запад противостоит северо-востоку страны. Очень интересный вопрос, который был задан авторами учебника, о том, в чем совпадают маршруты Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Это опять-таки акцент на территории. Если говорить о региональной идентичности, то интересно, конечно, посмотреть, а как смутное время отразилось на региональной истории. Мне, например, было бы интересно посмотреть, а было ли такое смутное время в истории региона. Как сказалось это смутное время, могло сказаться на последующем развитии региона. Какие события привели к такому смутному времени? Есть ли в этих явлениях какие-то общие черты? Мне кажется, такой диалог был бы интересен, и с урока истории этот разговор, этот диалог бы перетек, мне кажется, плановую внеурочную деятельность и послужил бы основой определенного исследования. Основой исследования могут служить и полемичные вопросы, которые предлагает нам автор на страницах учебника. Вопросы неоднозначны. Я, например, обратила внимание на такую оценку, неоднозначную оценку, которая задается вопросом, это смута, это катастрофа или начало нового времени. Я так никогда не рассматривала смуту, как правило, мы с отрицательной точки зрения видели последствия, но если взять, опять-таки, географический диалог и посмотреть на грани нового времени, были ли такие смутные времена в Европе, это было бы тоже интересное сопоставление, основа вот такого серьезного глубокого исследования. Очень интересно посмотреть на влияние элиты на смутное время. Я думаю, что это интересное сопоставление с сегодняшним днем, позиция сегодняшней элиты в разных странах, как она отражается на ситуации внутри страны. Кстати, есть научные труды, например, Голуб Голубин, автор предлагает прямо сделать очень серьезный акцент на этом вопросе, и одной из причин революции 1917 года, она как раз выделяет позицию элиты и политику элиты, проводимую политику элиты. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на такой ресурс, который выставлен тоже на одном из учебников, в одном из учебников, это Дорфинское издание. Очень интересный ресурс, где представлены три точки зрения, три позиции в отношении народа как субъекта, роли народа как субъекта смутного времени. Кстати, не только этот вопрос заявлен таким образом, но мне понравился именно этот вопрос. Как видите, здесь сами точки зрения, они уже даны, детям иногда трудно сформулировать позиции, здесь позиции уже сформулированы, и нужно только отнестись к этим позициям. Посмотреть, наверное, возможно скорректировать предложенную позицию, возможно согласиться с ней, опираясь на анализ каких-то фактов и текстов. Но опять-таки мы вступаем в диалог, и мы видим палитру взглядов, палитру точек зрения по этому вопросу. Мне очень понравился такой подход в учебниках как эмпатия, где учащимся предлагают встать на позицию определенной исторической личности и вступить в диалог, рассматривать события с точки зрения определенного уже персонажа. Что делает этот персонаж, безусловно, ближе, собственно говоря, как и эту эпоху. Но в данном случае, вы видите, нам предлагают определить причину участия того или иного сословия, представителей того или иного сословия, став как раз на позиции этого сословия. Мне очень интересно было присутствие исторических картин, причем их достаточно большое обилие в учебниках, этих исторических картин, которые тоже позволяют включить ребенка в диалог на уровне эмпатии, попытаться озвучить, реконструировать то, что происходит, ту ситуацию, которая происходит на картине, соотнести с реальными, может быть, событиями в смутное время. Мне кажется, интересным было бы написать от лица персонажа какой-то сюжетный рассказ. Естественно, для того, чтобы это сделать, любой ребенок, он бы, наверное, обратился к историческим фактам, чтобы его рассказ все-таки имел историческую основу. Тем самым, произведя определенную реконструкцию, но все равно это будет его такой субъективный взгляд на события смутного времени. Мне очень понравился ресурс, это уже за рамками, я оттолкнулась от вот этих картин. К сожалению, в учебниках нет заданий, таких заданий на эмпатию, на включение в диалог этих картин. И мне понравился этот ресурс, где выставлены комментарии к картинам. Можно было бы, в том числе, попытаться составить собственные комментарии к этим картинам и включить другие позиции, другие комментарии авторские. В данном случае это коротковое пособие, учебное пособие. Я поместила вам ссылочку в презентации. Этот ресурс, мне кажется, можно с интересом использовать. Там выставлены картины, учебные картины, не только к периоду смутного времени. Диалог, организация диалога, как мне кажется, организация диалога, она позволяет реконструировать события. И, повторяю еще раз, осмысленно отнестись к этому. Мне кажется, что такой диалог делает ученика таким важным субъектом в изучении истории. Именно опыт подобных диалогов, реализация подобного диалога, в том числе и через привлечение дополнительных источников, текстов, присутствует в нашем крае, в нашем регионе. И мне бы хотелось передать слово человеку, который давно, достаточно концептуально и творчески разбирается... 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 С этой темой... Слышите, я могу закончить? Разбирается в этой теме. И Ирина Юрьевна Долгогурова, кому я передаю с удовольствием слово, она представит как раз опыт своих наработок, практических и теоретических наработок. Слышно меня, да? Мышкой пошевели. Слышно, да? Я не двигаюсь, слышно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня задача такая более утилитарная. Если Ольга Григорьевна активно говорила о том, много говорила о том, что из себя представляет культурно-исторический стандарт, и как решаются трудные вопросы в учебниках истории, то мне бы хотелось сейчас поговорить об особенностях преподавания этой темы, «Смутное время». Причем не говорить о ролевых играх, составлениях таблиц, а рассказать вам о способе преподавания на основе текстовых задач. Их еще называют компетентностные задания. Но мы говорим, что работа с текстами на уроках истории является важнейшей стержнем работы и учителя, и школьника. Поэтому работа с текстами на уроках истории, мне кажется, должна стать такой ключевой. Но не просто даны источники, а составлены к определенным текстам определенные задания по определенным правилам. И вот мне бы хотелось вам познакомить с разработкой такого урока, урока-практикума, который называется «Смутное время». Но прежде чем мы начнем говорить непосредственно об уроке, мне бы хотелось обратить внимание на несколько эпиграфов, которые представлены на первом слайде моей презентации. Эти эпиграфы, особенно на второй эпиграф, я бы просила вас внимания обратить, Джон Стюарт Миль в речи об университетском образовании еще в XIX веке сказал о том, кто когда-нибудь приобретал настоящее знание истории и географии иначе, как из чтения. И в данном случае в этом высказывании содержится основная методическая задача, дидактическая задача. Потому что рассказ учителя – это замечательно. Но рассказ учителя – это тоже определенный текст, с помощью которого школьники реконструируют прошлое, и реконструируют прошлое, и пытаются представить это прошлое в виде связанного непротиворечивого описания. Но работа с текстами существует. Вот еще слайд, если вы обратите внимание на данный слайд, то здесь показана как бы цепочка деятельности школьника на уроках истории. Ученик, он извлекает из текстов информацию, из учебного текста, из учебника, из картины, из таблицы, из схемы, из первоисточника, из предания, вторичного источника текста историка. И на основе этих текстов реконструируют события, составляют авторскую версию в виде связанного непротиворечивого описания. Но связанное непротиворечивое описание может выражено быть как в устной форме при ответе на вопросы, так и в письменной форме. Это основная схема деятельности школьника на уроках. Но какие есть формы работы с текстами, прежде чем мы перейдем непосредственно к знакомству с нашим практикумом? И вот я хотела бы представить вам несколько вариантов ответа на этот вопрос. Вот на слайде помещен такой вариант ответа, что Юрий Львович Троицкий, он, вы многие, наверное, слышали, еще в 2000-е годы он являлся автором особого подхода к преподаванию истории на основе документально-методических комплексов. В этом документально-методическом комплексе должны быть обязательно представлены первоисточники, тексты историков. И для Юрия Львовича Троицкого учебник – это тоже авторский текст. И как бы авторы не скрывались за таким нейтральным стилем, они все равно показывают там собственную точку зрения, о чем мы могли убедиться, когда Ольга Григорьевна про это нам рассказывала. Так вот, Юрий Львович Троицкий называет следующие формы работы с текстами. Это комментированное аналитическое чтение, составление смысловых и тезисных планов, перекодировка текста. Названо так красиво и вроде бы трудно, но с этой формой мы все время сталкиваемся и работаем, когда, например, просим детей на основе текста о рыцарском поединке составить какую-то картину, или когда мы просим составить таблицу на основе текста учебника. Но перекодировка текста может быть связана и с первоисточниками. Источниковический историографический анализ, составление познавательных и творческих заданий разного уровня. И вот интересно, что, мне кажется, характеризует только Юрия Львовича, особенно Юрия Львовича. Это проведение исторических параллелей и составление историографических метафор. Но вот про исторические параллели тоже говорила Ольга Григорьевна, маленько другими словами. Она называла это пространственный диалог, диалог культурный, диалог, который складывается среди историков, и современников, и иностранцев. Это такие способы работы с текстами, которые нам представляет Юрий Львович. Но на следующем слайде вы можете увидеть основные способы и умения, способы работы с текстами, которые сформулированы в рамках нового образовательного стандарта. И здесь выделяются четко три уровня. Это первый уровень – это поиск информации и понимания прочитанного. Второй уровень – это преобразование интерпретации этой информации. Если мы посмотрим на умения, которые включаются в этот блок, то мы увидим, что это такие умения, как преобразование текста, сравнение, интерпретация, толкование, обнаружение доводов, умение делать различные выводы. И третьим таким уровнем работы с текстами является оценка уже информации. Третий уровень – это умение оценить и объяснить, связать информацию, применить эту информацию в другой образовательной ситуации. Но на основе вот этих вот умений, которые сформулированы в ГОС, значит, навыки, умения грамотного чтения были разделены на три уровня сложности. И я вам представляю эти три уровня сложности деятельности учащихся при работе с текстами. Это разработано коллегами, которые разрабатывают текстовые задания. И эти уровни, ну вот здесь перед вами представлено, это, соответственно, и задания разделены на такие три уровня сложности. Первый уровень – это ученик умеет находить в тексте явную информацию, он может определить основную идею, он формулирует прямые выводы. И задания, если говорить про историю, то задания первого уровня связаны прежде всего с извлечением из исторических источников, из текстов информации в явном или скрытом виде. Явной информации, разрозненной информации, понимания общей идеи текста. Я быстро очень пройду по уровням деятельности учащихся. Достаточно мелко, но, по-моему, достаточно важно про второй уровень. Второй уровень – это глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. Что должен уметь школьник? Он должен не просто вытащить из текста информацию, он должен ее проанализировать, проинтерпретировать, он должен сформулировать оценочные суждения. Третий уровень – это использование информации из текста для различных целей, для решения различного уровня задач, и это умение оценивать и объяснять. Ну а теперь давайте посмотрим на наше учебное занятие, которое я хотела бы вас представить на основе таких текстовых задач. К сожалению, у нас формат такой не очень удобный, поэтому текстовая задача – представьте, что перед вами листочек А4, где дам текст, даны вопросы и задания к нему, и вся эта информация сразу же представлена перед школьниками. Презентация нам не позволяет этого сделать, но пошагово мы познакомимся и с текстами, и с заданиями, и с ответами на них, и с уровнями деятельности, которые заложены в каждое задание. Итак, смутное время. Но обратите внимание, прежде чем вот на этот слайд мы вспоминаем, что говорила нам Ольга Григорьевна, вспоминаем причины, смуты, трудные вопросы, смутного времени, а потом в конце постараемся найти параллели, потому что в основе этих текстовых задач лежат не тексты из учебника, а лежат тексты, такие как хронологическая таблица, которую я тоже считаю отдельным текстом, он может быть построен на основе учебника, и текст Василия Осиповича Ключевского, историка, который много подробно, своеобразно, очень интересно писал о смутном времени. Но обратите внимание, тип урока – урок практику. И я разделила результаты предметные, метапредметные, личностные результаты. И что узнают школьники в работе над текстовыми задачами? Основные события. И здесь мы можем поднять, о чем говорила Ольга Григорьевна много, вопрос, проблему хронологических рамок смуты смутного времени, участников смуты, причем люди, сословия, страны, потому что явная информация, заложенная в этих текстах, она тоже необходима, прежде чем рассуждать и решать творческие задачи, нужно иметь представление, что происходило, какие события происходили в этот период. Также география смуты. Я взяла это в кавычки, но мы одно и то же имеем в виду, употребляя часто разные слова. На каких территориях, как территориально развивались события смуты? Ольга Григорьевна тоже приводила пример Юго-Востока и Юго-Запада. Периоды смуты, причины избрания на царство Михаила Романова. И обратите внимание, характер политического процесса в период смуты. Потому что тот трудный вопрос, который сформулирован как попытки ограничения самодержавия, он может интерпретироваться и как характер политического процесса. Мне кажется, это тоже вот очень важно. Ну и следующие понятия. Земство, земский собор, природный царь, казацкая сила, соборные выборы и так далее. Мы дальше с вами про это посмотрим. Здесь, обратите внимание, нет совсем вопроса на причины смуты, о причинах смуты. Но, кстати, если в учебниках есть такие материалы, это может стать историографический практикум или какая-то другая форма работы, которая возвращает нас к эпохе Ивана Грозного. Но про причины смуты в данном случае, в таком уроке практикума, мы не говорим. Значит, метапредметные результаты. Метапредметные результаты тоже достаточно... Потом вы сможете посмотреть более внимательно. Это что, чему научатся учащиеся в ходе работы над текстовой задачей. Это и анализировать, сопоставлять и оценивать содержавшие в текстовом источнике информацию. Работа над текстовой задачей направлена на развитие стратегии смыслового чтения, работе с информацией. Но, кстати, я зафиксировала и личные результаты. Потому что, обсуждая проблемные вопросы, знакомясь с авторскими текстами, отвечая на проблемные вопросы, которые есть в задании, я потом на это обращу ваше внимание, школьники приобретут такую учебно-познавательную мотивацию, интерес к учению, приобретут опыт восприятия информационных объектов для обогащения своего чувственного опыта. Ну, вот дизайн занятия тоже в кавычках. Темы «Смутное время» на основе двух текстовых задач. Хронологическая задача и текстовая задача о выборах Михаила Романова. Что из себя представляет хронологическая задача? Она состоит из трех частей. Это текст историка, очень короткий, очень простой, и вы сейчас в этом убедитесь. Хронологическая таблица, которую я тоже считаю отдельным текстом. И я считаю, что мы, учителя, незаслуженно забываем о ней. Мы очень любим задания, которые сами даем школьникам. Составить хронологическую таблицу. Но хронологическая таблица, уже составленная учителем и представленная как задача, может, во-первых, сэкономить время на уроке. Во-вторых, на основе этой текстовой задачи с помощью комплекса вопросов мы уже работаем не с прямым воспроизводством информации. Прочитали, воспроизвели, запомнили. А мы работаем со вышлением школьника. И вы потом в этом убедитесь. И вопросы, и задания. Итак, значит, задание следующее. Перед вами хронологическая таблица основных событий смутного времени и отрывок из произведения Платонова о периодах смуты. Задание следующее. Выделить из текста первого название о периодах и записать их в шапку, первую строку таблицы. Соотнести даты, названные в тексте 2, хронология смутного времени, с периодами, выделенными из произведения Платонова. Во вторую строку таблицы запишите только номера, под которыми события обозначены в хронологии смуты. Я не буду перечитывать вам текст, вы потом это можете внимательно сами посмотреть. Но здесь достаточно просто, понятно, и это явная информация. Три периода. Династический, социальный, национальный. Мы привыкли, что периоды следуют один за другим. Но мы в текстовой задаче предусмотрели вопрос, по которому мы прямо задаем вопрос, а следуют ли они за другим или переплетаются. Причем уже в самой задаче дана основная характеристика этих периодов. Национальный период – это время борьбы за московский престол между различными претендентами. Социальный – это борьба общественных классов. Национальный – это борьба московских людей с иноземным господством до создания национального правительства. Обратите внимание, здесь уже каждое слово, его возможно интерпретировать. И, кстати, со взрослыми детьми говорить, почему правительство, например, Михаила Романова, было национальным. Это проблемный вопрос, который требует обобщения всей информации. Вот хронологическая таблица. Она достаточно большая, но умещается на листе А4. Это 24 даты. Причем эти даты даны с объяснениями. Можно что-то убирать по вашему желанию. Вот, например, цифру 1.604.1618 я специально добавила, исходя из культурно-исторического стандарта, потому что при обсуждении это может стать такой проблемной задачкой. Дальше. Обратите внимание. Дата – 1591. В Угличе погиб Дмитрий, последний сын Ивана Грозного. Народная молва приписала убийство Дмитрия Борису Годунову. Эта тоже строчка вроде бы не относится к смуте как таковой, однако она дает возможность задать вопрос и поговорить о причинах смуты, хотя специально там в задаче я об этом не говорила. Ну вот посмотрите, какие задания, что делают школьники. Вот всего три задания к таким текстам. К хронологической таблице и к небольшому тексту. Первое – это записать в таблицу название периодов и потом, работая с хронологической таблицей, классифицировать события и определить, к какому они относятся периоду. Дальше вопрос еще раз на осмысление того, что столкновение было людей, идей, стран, позиций, потому что периоды смуты не следуют один за другим. Вроде простой, очень понятного, да, нет, но сколько он внутри себя содержит. Ну и как смерть Дмитрия связана с последующими событиями. Здесь у меня, извините за дизайн, маленько не знала потом, как убрать этот квадратик, этот овальчик. Но вот обратите внимание, здесь даны вам готовые ответы. И здесь мы можем уже обсуждать со школьниками, почему 11 включено в национальный период и включено в период социальный. Если мы вернемся к хронологической таблице, то мы увидим, что здесь появление уже Дмитрия II, который стал лагерем в Тушине, и 1607-1607, 10 движения уже Дмитрия II. Это уже интерпретация дата, добавленная из культурно-исторического стандарта. И нам, по большому счету, не принципиально, как там они сформулированы, потому что здесь это возможность для обсуждения. И когда они заполняют таблицу и определяют, что все-таки вот эта дата включает в себя национальный период, потому что Лжедмитрий, лагерь Лжедмитрия был наполнен поляками, что тушинские переходы, перелеты бояр из Москвы и обратно были связаны с позицией бояр, которые обсуждали приглашение польского королевича на московский престол. И в то же время основу войска Лжедмитрия составляли простые крестьяне, казаки, которые боролись как бы за свое социальное положение. И дальше идет сначала династически 3, 4, 6, 7, 8, 9 последовательно, а потом 22 выборы Михаила Федоровича на русский престол, на земском соборе. Это позволяет ответить на вопрос, что периоды были непоследовательны, они переплетались друг с другом. И человеческие мозги, и мозги историка, и школьные мозги, они связаны с тем, чтобы проанализировать события, понять их суть, классифицировать. И даже простой ответ на вопрос, он дает возможность для такого очень продуктивного разговора. Посмотрим следующее. Как смерть Дмитрия Вугличи связана с последующими событиями смутного времени? Ответ на этот вопрос следующий, что погиб последний сын Ивана Грозного, и это значит то, что не осталось наследников. И именно это событие в дальнейшем вызвало появление такого феномена, как самозванчество. Кстати, о чем говорила Ольга Григорьевна? Причины самозванчества, особенности этого понятия. И в дальнейшем мы можем развивать эти дальнейшие смыслы. Выход на причины все-таки смутного времени. Теперь давайте немного поговорим о работе с хронологической таблицей. Я очень быстро пролистаю эти слайды, но обратите внимание, мы к чему привыкли? Что хронологическая таблица, она на основе нее строятся такие классические задания. Это тестовые задания, связанные с датами, и контрольные диктанты различные. Мы же предлагаем в текстовой задаче, когда хронологическая таблица используется как самостоятельный текст, вы можете, кстати, подписать ее. Составлена мной, составлена учителем, и это абсолютно нормально. составлены такие проблемные, развивающие задания. Выделение основных этапов, выделение сфер преобразований, выделение направлений политики, основных целей, сравнение целей мероприятий, определение основного содержания каких-то событий. Ну, вот это я попыталась сформулировать проблемные задания, но в данной таблице у нас представлена работа, связанная с классификацией. А что такое классификация? Это необходимо прежде всего понять, что там происходило внутри, как бы расширить эту простую дату и определить, к какому периоду они относятся, хотя характер период нам уже дан. Смотрите, какие умения в голове, анализ, синтез, классификация, определение основания, аргументация с опорой на факты, определение характера и особенностей. Хотя достаточно, ну, такая с точки зрения реализации, очень простая задача для учителя. Я, например, на уроках, но уже в старшей школе активно использую таблицу, связанную с петровскими преобразованиями. И если в подростковой школе они очень подробно изучают различные реформы и события, то в 10 классе дается хронологическая таблица, которая охватывает все события без исключения. И даны два вопроса. Первый вопрос. Определите, какие области преобразований были затронуты Петрон первым в своем реформировании. И второй вопрос. На основании этих областей сформулируйте цели петровских реформ. Вы знаете, насколько продуктивная работа получается, потому что им сначала надо вспомнить, классифицировать, посчитать, а потом они формулируют те цели, которые абсолютно соприкасаются с представлениями профессиональных историков. Хорошо, давайте к текстовой задаче. У нас не так много времени. Выборы царя. Авторский текст лежит в основе. В данном случае это небольшой фрагмент курса русской истории Ключевского и вопросы и задания к тексту. С одной стороны, кажется, что вот он какой подробный, без абзацев. На самом деле в печатном варианте он небольшой. Он вынимает всего полстранички. Но эти полстранички становятся практически основой для изучения всех политических процессов, происходящих в годы смутного времени. Ну вот посмотрите, вот такие вопросы. Вот они, всего шесть заданий даны. Кого выбрали на земском соборе царем? Выделить из текста претендентов? У какого были самые большие шансы на престол? Причем, чем обосновывает автор этот выбор? Из текста, вот это самое главное задание, ради которого это все задумывалось. Выделите из текста и запишите в таблицу не менее четырех причин избрания на царство Михаила Романова. Рядом с каждой причиной проставьте рейтинг по мнению автора текста. А в третьей колонточке рейтинг причин по вашему мнению. Пятый вопрос, что такое петиция и какой предрастуток, по мнению Крючевского, стал главным при выборе царя Михаила Романова? Ну начинаем последовательно отвечать на эти вопросы. Кого выбрали на земском соборе? Романова. Выделите из текстов все фамилии. Князь Голицын, князь Мстиславский, Михаил Романов, князь Пожарский. А кто не назван в тексте? Королевич Ладислав, варенок, сын Марины Мнишек. Но скажите, мы с вами, уважаемые учителя, вообще что-то слышали о князе Голицыне? А это Василий Васильевич Голицын, но не тот, который фаворит Софьи, а воевода, активный участник смутного времени, участник посольства к Сигизмунду Третьему, был арестован, умер в плену, детей не оставил. И, кстати, вот историк Кобрин именно об этом Голицыне пишет, что один из боярин, мол, где писал Голицыну в плен, что Мишу выберем, Романова, потому что он молод и неразумен. Хотя Кобрин относит это скорее к историческим мифам, чем к действительности. Так вот, оказывается, князь Голицын был самым большим претендентом на престол, по мнению Ключевского опять. И третий вопрос позволяет нам это ответить, выделив из текста, что это серьезный кандидат по способности и знатности. Обратите внимание, и это вопрос опять о политических процессах годы смуты. И это вопрос уже второго уровня, это интерпретация, понимание общего смысла, определение авторской позиции. Теперь вот этот самый интересный вопрос. Я уже тут проставила, что технически можно было, конечно, это нажимать и выплывают, но у нас не так много времени. И вот я проставила рейтинг, родственная связь Романов, их с прежней династией, давление казацкой силы, фамильная популярность, предвыгорная агитация. И умение. С одной стороны, мы просто выделяем явную информацию при понимании общего смысла текста, а вторая часть, рейтинг причин, это уже своеобразная классификация авторского текста. А потом, по вашему мнению, это формулирование собственной позиции утверждения, умение обосновывать собственную позицию с помощью фактов, выстраивать собственную систему аргументации. Например, школьник говорит, казацкая сила главная была на избрание. Другие утверждают, все-таки нет, не казацкая сила, а родственная связь Романовых с царской, с природной династией Романовых. Ну и последние вопросы как раз связаны с тем, что мы определяем, что предрассудок, по мнению Ключевского, стал основой для избрания Михаила Романова. Этот предрассудок был связан с тем, что царь Федор, племянник царя Федора, Михаил Романов, это природный, наследственный царь Федора Ивановича, который Рюрикович, последний Рюрикович. Обратите внимание, я уже начинаю так торопиться, потому что, может быть, вопросы, мне хотелось бы закончить вопрос, связанный с этой текстовой задачей. Здесь всего шесть заданий, но посмотрите, насколько авторский текст богат различными толкованиями, интерпретациями, насколько он объемен, потому что обучающими занятиями, которые могут дать вот такой толчок к исследовательской работе школьников, являются вот следующие слова и словосочетания. Искал престола и потратил немало денег на поиски. Казацкая сила, негласное дознание в народе, выкрик столичной толпы, земство, собор, династия, природный царь. Мы часто сталкиваемся с тем, что школьники, читая исторические художественные тексты, часто не понимают значения многих слов. Например, для этого был придуман специальный вопрос, что такое петиция, потому что не надо залазить в словарь. Это, знаете, мы часто, читая исторические источники, изучаем такой же иностранный язык для наших современных детей. Потому что, например, как коммуникативный подход к изучению иностранного языка, они понимают значение многих слов из контекста. Так и в истории. Многие слова для школьников современных, они являются иностранными. И в данном случае это возможности им понять из контекста слова. И дальше я вот целый список вопросов, причем я когда сама на них отвечала, это же столько, это же так в глубину мы к смутному времени подходим. Ну, например, назовите социальные слои, участвующие в смуте, по тексту Ключевского. А потом вопрос, а как они участвовали в смуте? Дальше именно на это вопрос направлен. Почему казацкая сила? Так потому что казаки – это главная военная сила в смутное время. И их поведение, их позиция определяла результаты. Дальше. А почему соборы назывались земскими? Вообще, где проходили земские соборы? Как решались вопросы на земском соборе? Почему вот этот вопрос вообще достаточно трудный? Потому что про Ивана Грозного мы знаем, что Успенский собор, а Ключевский пишет Красная площадь. А как это соединить? А может быть, это Ивановская площадь, которая находится перед Успенским собором, которая находится на Красной площади. Понимаете, вот эти вопросы достаточно интересны для такого вот чувства исторического, для углубления в историю, для поиска собственного и личностного. Дальше. Очень интересный вопрос. Почему Ключевский называет Романовых Никитичей? И мы потом, исследуя, говорим о том, что вообще-то Никита, Никита Федорович, Никита Захарин Юрьев был братом Анастасии Романовой и был связан с династией Рюриковичей. Это последняя жена, любимая жена Ивана Грозного. Природный царь. Мы выходим здесь на понятие природный царь. Или почему Ключевский называет поведение Романовых в годы смуты двусмысленным. Там есть объяснение в тексте, но оно еще свернуто, его можно дальше исследовать. Или вопрос, а почему Ключевский называет казаков таборами? Табор. Мы привыкли. Табор, цыгане, свобода, вольность. Но самоуправление, атаман во главе, особый политический строй. Но самое главное, мне кажется, здесь очень интересен 12 вопрос, который мы выходим на последствия смуты. В чем состояли основные характеристики политического процесса в годы смутного времени? Кто, как, почему становится царем? Каковы были взаимоотношения власти и общества, о котором говорила Ольга Григорьевна? И это вопрос как раз и об ограничении власти царя, как мне кажется. Потому что есть еще тексты того же Василия Осиповича Ключевского, который объясняет, что сложились новые абсолютно взаимоотношения. Общество почувствовало себя самостоятельным. Общество оторвалось от понимания, что государь и государство без общества проживет. А общество без государя часто иногда и может. И появилось новое представление о правительственном классе в годы смуты. И это тоже, особенно для старшей школы, может стать таким толчком для дальнейшего исследования. Хотя, обратите внимание, текстовая задача, но комплекс вопросов, составленный по определенным принципам. Но с точки зрения обучения и понимания, какой потенциал авторский текст в себе содержит. Причем, я еще раз говорю, я нисколько не умаляю значение учебника, но учебник может стать для школьника справочной книгой, на основе которого может быть составлена хронологическая таблица тем же учителям. Или это будет предварительное задание школьников. Но именно текстовые задачи, они содержат в себе большой, такой огромный потенциал, который дает возможность формирования исторического мышления, который позволяет обучить смысловому чтению на историческом материале, на исторических источниках. Но здесь на последнем слайде еще один вариант возможности работы с текстами на уроках истории, но это уже отдельный большой разговор о источниковическом анализе. Спасибо. Мы ждем ваших вопросов, если они есть. А насколько я понимаю, презентация, она остается у слушателей, да, они смогут ее посмотреть. Вы знаете, Надежда, я не знаю, как ваше отчество, но я хочу сказать, что вы в очень такой участнике этого вебинара оказались в хорошей ситуации, потому что, используя слайды презентации, вы можете сами перенести это на лист в Вердовске, сами использовать эту текстовую задачу, которая является авторской, но и составлена. В учебнике ее нет, но просто перенеся информацию со слайда презентации на лист бумаги, у вас перед вами будет готовая задача, которую вы сможете использовать на уроках. И в данном случае она вот у меня выглядит таким вот образом, я не знаю, увидите вы или, наверное, нет, как-то тут не очень удобно. Ну вот листочек А4. С одной стороны, это хронология смуты, с другой стороны, это выборы царя. Мелковато, конечно, но с другой стороны, экономим бумагу. Но вот один лист может стать продуктивнейшей работой для нескольких уроков, причем мы понимаем, что в разных программах, в разных учебниках на это выделяется немного времени. Поэтому вы можете воспользоваться презентацией и ее себе составить и принципами основания. Коллеги, был вопрос, сколько отводится авторам часов на изучение темы. Я понимаю, что это смута, тема смуты, ведь тема действительно очень объемна. Я хотела бы обратить ваше внимание, что, как видите, в разных примерная программа, она не указывает количество часов к темам. Поэтому здесь авторская позиция. И, как видите, авторы различных учебников по-разному решают этот вопрос. В одном учебнике это 6 параграфов, в другом учебнике это 3 параграфа. Соответственно, насколько я понимаю, авторы примерно претендуют на такое количество времени. Но я отмечу только единственное, что общая позиция – это уменьшение количества параграфов с тем, чтобы оставить место вот для подобных практикумов в общающих уроках. Еще, уважаемые коллеги, я вот хотела бы сказать следующее. Посмотрите, мы перечислили Тушина, там есть такой вопрос обучающий, а какую роль сыграл, значит, географические названия, какую роль они сыграли в смуте. А рядом картинка из учебника в лагере в Тушино. И вот, пожалуйста, и задание, связанное, о котором говорила Ольга Григорьевна, комментарий, комментарий к картине. Вы знаете, мне кажется, даже не столько описание действующего лица, а сколько вот составление комментария к картине очень продуктивное. Вот по моей, как учительскому, такому представлению, что это задание очень хорошее, потому что оно связано с тем, что представление о том, что картина тоже является историческим источником и есть особые подходы к описанию картины как к историческому источнику. И составляя комментарий к картине, мы описываем происходящее там от третьего лица, потому что, ну, по-разному можно относиться к таким заданиям, как связано к эмпатиям. Но вот от третьего лица описывая, мы выделяем главных действующих лиц, мы выделяем события, мы пытаемся понять, почему художник так расположил на картине своей задний план, передний план. И вот эти вот подходы, они позволяют освоить школьникам еще один код, еще один способ интерпретации, еще один способ чтения, я бы сказала, смыслового чтения, не только текстов, но и картины, которые тоже являются текстом. Есть еще вопросы? Нет. Ну, вопрос, насколько я понимаю, вопросов больше нет, да? Не возникло вопросов. Наверное, тема требует осмысления. Уважаемые коллеги, мы рады были сегодня с вами пообщаться. Я думаю, что материал, надеюсь, что материал был полезен для вас. Мы надеемся, надеемся на то, что серия подобных вебинаров будет продолжена. Более того, у нас даже идея создать вот такой вот дистанционный курс по трудным вопросам и попытаться осветить эти трудные вопросы для различных этапов, периодов истории. Надеемся, что у нас все получится. для тех, кто желает написать, пока не созрел, но у кого возникнут вопросы, могут их отправить на мою электронную почту делово.кпк.ру. Также я попрошу тех, кто желает получить сертификат с вебинара на эту же электронную почту, написать свою фамилию, имя, отчество и образовательное учреждение для заполнения, чтобы я могла заполнить сертификат и отправить вам обратно по электронному адресу. Ну, собственно говоря, наверное, на этом мы и закончим. И закончим. Ну, и я хочу, уважаемые учителя, пожелать вам, не бойтесь потратить не так много времени, но с другой стороны, вы не станете просто репродуктором тем, который воспроизводит как бы чье-то чужое мнение, а вы сможете создать условия для организации работы, связанное с мышлением, связанное с пониманием, связанным с тем, что школьники начнут читать, делать, осуществлять деятельность, а не просто слушать, да? Мне кажется, это важно. Ребенок, только, наверное, включение ребенка в такой диалог, через работу с текстами, через эмпатию, составление аннотаций, когда мы просим ребенка личностное отношение к интеллектуальной отключения с теми событиями, с которыми он знакомится. Только, наверное, это позволяет действительно осмыслить и создать полноценное представление об историческом событии, объявлениях и процессах. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok